Обычно я всегда освещал тему единой древней цивилизации, существовавшей по всему миру до потопа. И действительно, многие, если почти не все древние мегалитические постройки очень похожи между собой, причем находящиеся на разных континентах. Я не брал во внимание один немаловажный аспект. Все же не все древние строения имеют одинаковый стиль и архитектуру. Причем даже технология строительства в корне отличается. Так в чем же загвоздка? Почему такие расхождения? Давайте разбираться! Действительно, древние сооружения, находящиеся за тысячи километров друг от друга, в большинстве своем практически идентичны. Те же самые каменные блоки, обточенные непонятно чем и каким инструментом. Те же самые пирамиды по всему миру, которые в большинстве своем повторяют друг друга. Те же самые оплавленные стены. Но одна мысль мне все время не давала покоя, которая напрочь рушила всю гипотезу о единой цивилизации. Но обо всем по порядку. Как мы узнаем из древних легенд, причем разных народов, в том числе и народов, проживающих на территории современной России, а также из индийских эпосов? В древности, тысячи лет назад, случилась страшная война. Тем самым, если доверять этим сказаниям и индийским эпосам, то ни о какой единой цивилизации не может быть речи. А если верить в нее, то нужно отказаться от теории древней войны. Как же быть? Нельзя сразу сидеть на двух стульях одновременно. Я долго думал над этим вопросом и все же нашел два предположительных ответа и хочу поделиться ими с вами. Начнем с первого ответа. С большой долей вероятности на Земле до потопа существовало как минимум две цивилизации. Это даже не приходится особо доказывать. Для начала взглянем на древние мегалитические постройки Сибири, Урала, Америки и так далее. Да, действительно, они практически идентичны и технология строительства явно была одна и та же. Но вот если мы взглянем на древние храмы и мегалиты Индии, то тут просто колоссальное отличие. Очевидно, что эти строения строили не древние индийцы. Тогда кто, если они никак не согласуются с другими мегалитическими постройками по всему миру? Да и технология постройки совершенно другая. Много так называемых храмов, высеченных просто в скалах. Изящные колонны, украшенные разными фигурами и многое другое, что отличает индийские мегалитические постройки от остальных. И тут также есть следы оплавлений, как в Сибири, на Урале и в Америке. Тем самым считаю уместным выдвинуть первую гипотезу о том, что до потопа на Земле существовали как минимум две цивилизации, впоследствии воевавшие между собой. Тексты Махабхараты указывают на то, что за всеми войнами стояли боги, воевавшие между собой за верховную власть. Махабхарата рассказывает о борьбе между Кауравами и Пандавами за всю планету. Это было столкновение двух высокоразвитых цивилизаций, совершавших межзвездные перелеты и обладавших страшным оружием. Могу предположить, что это были те самые 200 личностей, которые спускались с небес до потопа, описанные в книге Еноха. Об этом я уже делал подробный выпуск. Возможно, они в дальнейшем разделились на два противоборствующих лагеря. Тем самым, если мы принимаем версию Махабхараты о древней войне, доверяем древним сказаниям, то ни о какой единой древней цивилизации не может быть и речи. Но возможен и второй ход событий, конечно, маловероятный. Современная Индия была центром одной единой цивилизации, а вот уже остальные территории жили не так красиво. Примерно, как и сейчас. Москва и регионы. Но тогда придется отказаться от Махабхараты и других древних источников, а также сказаний и легенд о древней войне. Вопрос, конечно, довольно сложный и требует более тщательного изучения, так как нестыковок тут предостаточно. Но если все же придерживаться Махабхараты и теории о древней войне, то можно найти в ней довольно интересные строки. Заметив в небе эту гору, выпускающую бесчисленные заряды, сын Дроны не дрогнул и призвал на помощь орудие Ваджра. Пораженный принц гор был быстро уничтожен, и Ракшаса превратился в массу синих облаков на небосводе, украшенном радугой, и начал падать дождем камней. То есть из отрывка мы понимаем, что неким высокотехнологичным оружием был уничтожен не кто-либо, а представитель древней знати, и был уничтожен не менее высокопоставленным человеком или личностью. Значит, это были два противоборствующих клана, если, конечно, опираться на Махабхарату. Тем самым, версия об одной единой цивилизации, существовавшей до потопа, ставится под большое сомнение. Причем под очень большое сомнение. Какую версию взять на вооружение, нужно еще посмотреть, но разница в архитектуре действительно колоссальная. Возможно, это были даже разные культуры, но все же обе цивилизации были высокоразвитыми. По крайней мере, нам об этом говорят древние храмы Индии, высеченные прямо в скалах, а также египетские пирамиды и много других древнейших на планете сооружений. К слову, к первой цивилизации, если опять же брать эту гипотезу, то сюда можно отнести древний город Петра, также высеченный прямо в скалах. Технология строительства очень похожа. Никаких мегалитов, никаких блоков, только сама скала. Здесь также совершенно очевидно, что работали каким-то высокотехнологичным инструментом. Также некоторые скалы с незаконченными храмами будто оплавлены. А вот еще один отрывок из Махабхараты. Однажды, будучи атакован валаделлами, разъяренный Джарасандха в желании уничтожить нас метнул жезл, способный убить все живое. Сверкая огнем, этот жезл направлялся к нам, раскроив небосвод как линия, которая на женской голове разделяет косички. Тут также говорится о древней войне и древнем оружии. Причем оружии довольно мощном, наподобие наших современных ракет. Также я уже говорил о легендах Сибири и Урала. Многие народы, проживающие на этой территории, говорят о том, что давным-давно эти земли населяли люди высокого роста и могли даже подниматься в воздух. Они были высокоразвиты, и все мегалитические стены и постройки возводили именно они. Получается, это уже вторая цивилизация. В общем, друзья, здесь не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Но думаю, две данные версии имеют право на существование. А версия об одной единой цивилизации, как оказалось, вилами по воде писана. Ну а с вами, как всегда, был Сергей Погорелов. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, дизлайки, если не понравилось, и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще немало интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok